Приветствую вас на канале о шторах дизайна и текстиле. Сегодня вашему вниманию небольшая фотоподборка, как красиво повесить шторы для того, чтобы ваш интерьер был уютным. Шторы можно повесить на настенном карнизе, при этом кольца и крючки будут вверху над шторами видны. Для этого шторная лента пришивается ровно по краю вашей гардины, либо плотных штор. Если вы хотите, чтобы ваши крючки не были видны, при этом труба и пол кольца, на котором держится крючок для штор, просматривались, необходимо опустить крючок на одно положение в ленте вниз. Если вы хотите полностью либо частично спрятать, например, трубу, кольцо и крючок, то для этого необходимо ленту пришить на 2-3 сантиметра ниже от верхнего края штор. Кстати, об этом я наглядно показала, как можно зафиксировать крючки, на каком расстоянии, на какой высоте, для того, чтобы вот именно так висели ваши шторы. В своих предыдущих видео, которые уже давно записала, я показывала наглядно, как это выглядит. Ссылку вам оставлю внизу под данным роликом. Зайдите, пожалуйста, посмотрите. Длина штор при этом, конечно же, может быть разная. Вы можете шторы изготовить ровно в пол, но такой вариант подходит, если только у вас идеально ровная высота потолков. Нет никаких перекосов, ни в потолке, ни в полах. Шторы можно приподнять от пола на 2-3 сантиметра. Кто-то приподнимает на 5, это уже, конечно, на любителя, но самый оптимальный вариант 2-3 сантиметра выше от пола. Третий вариант, это когда ваши шторы упираются в пол, либо лежат большими фалтами. Здесь, опять же, все на ваше усмотрение. Это может быть где-то плюс 2 сантиметра от общей высоты потолка, и тогда шторы будут как бы упираться. А можете добавить на основную длину штор где-то 5-10, а то и 15 сантиметров. И тогда ваши шторы будут лежать большими фалтами. Если, например, у вас карниз спрятан в нишу, то тогда ленту нужно пришивать по верхнему краю штор. И лучше для оформления таких портьер и гарден выбирать ленту классика. Это карандаш, когда складка идет равномерно, без каких-либо сложных узоров. И таким образом вы получаете эффект не спадающих из-под потолка штор. Какой коэффициент ткани выбирать на 1 метр карниза для того, чтобы ваши шторы смотрелись эффектно, опять же, вы найдете у меня на канале в отдельных видео. Ну а если, например, вам не нравится лента классика, где идет равномерная сборка, то вы выбирать можете, конечно же, шторную ленту со сложными складками. Также можно шторы изготовить встречными складками, но это уже можно сделать как вручную, также опять при помощи шторной ленты. Для дизайна таких штор ткани, конечно, здесь нужно максимально много. В среднем где-то от двух с половиной до трех метров ткани на 1 метр карниза. Многие говорят, что люверсы сегодня не модно, но с практики говорю, что по сегодняшний день все равно изготавливают такие шторы, и поэтому при наличии настенного карниза вы можете шторы изготовить на люверсах. Про люверсы, какие они бывают, как подбирать, тоже смотрите на моем канале. Здесь скажу два слова о том, что над люверсом у вас должно быть ткани не меньше двух сантиметров вверху и при этом не больше трех с половиной. Также вы шторы можете изготовить, например, на петлях. Еще есть вариант шторы на кулиске. Но такой вариант штор, я вам могу сказать сразу, не совсем практичен, если вы шторы будете открывать и закрывать постоянно, потому что на штанге некоторые шторы все-таки в открытом виде плохо фиксируются. Их нужно дополнительно тогда декорировать специальными шторными магнитами либо подхватами. И об этом опять же вы найдете у меня на канале. Вместо кулиски, конечно, можно использовать специальную ленту на трубу. Но опять же хочу сказать, что эффект тот же самый. Все равно необходимо будет декорировать шторы магнитами. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. По возможности всегда отвечаю. Заходите ко мне в инстаграм. Там можно знакомиться с небольшим портфолио моих работ. Пусть ваш дом будет уютным. До новых встреч. С вами была я Ксения. Пока!